Виктория, а можете поподробнее рассказать про то, как с волосами этими ухаживать, поскольку, наверное, в любом случае есть специфика, поскольку волосы не от корня растут, не питаются, что нужно делать, чего нельзя делать при ленточном наращивании, про масочки поподробнее. Самое важное – это мыть голову по направлению роста волос, то есть не запрокидывая волосы вперёд. Это очень важно в том случае, если вы бережете свои волосы, чтобы ничего не повредилось с вашими волосами. Для ухода за волосами рекомендую увлажняющую серию, лучше, конечно, вип-класса. Мы работаем с полничеллом, очень любим увлажняющую серию. И, что касается корней волос, вы промываете волосы как, в принципе, со своими волосами, провязая, единственное, что между прядками, так как они будут наращены у вас. Дальше. На корни волос лучше не наносить никакие маски и бальзамы на основе спирта и так далее, чтобы ленточки хорошо держались. Следующий момент. Но обязательно наносить на длину волос для того, чтобы ваши волосы также питались и наращенные волосы питались. Маски, бальзамы. Это очень важно. Кондиционирование нужно. На кончики волос наносим масло до секущихся концов. Очень важно в плане того, если вы не хотите их стричь и отращиваете длинные волосы. В принципе, так как мы всегда наращиваем волосы и забудем все о том, чтобы они росли, поэтому мы сохраняем кончики волос во время наращивания и ношения. Расческа для наращенных волос должна быть из натуральной щетины. Вот в нашем случае это натуральная щетина кабана и силиконовые длинные зубчики. Это даст возможность прямо прочесать волосы от корня до кончика. То есть прямо от корня можно наращивать? Да, конечно. Вот этот миф, что волосы нельзя расчесать от корня, это непродлеточное наращивание. Потому что все равно вы прочешете волосы от корня до кончика. Естественно, длинные волосы вы всегда начинаете прочесывать снизу вверх, поднимаясь. И еще что эта расческа нам даст? Очень важно, что эта натуральная щетина будет как антистатик работать. Она не будет давать излишней пушистости волосам. Хорошо. Вот, это наши такие рекомендации. Что касается бани, сауны, солярий. Там все это вообще не исключено. Вы можете ходить в бане, сауны куда угодно, ездить на море. Но что важно, чтобы вы крепление ленточек не перегревали. Поэтому нельзя использовать очень горячий воздух фенок. Нельзя использовать утяжок на ленты, на сами крепления лент. А только лишь отступив от них и по длине волос пожалуйста. Это очень важно, так как волосы у корня держатся на медицинском полимере. Чтобы он не зафиксировался чрезмерно надежно. Чтобы снятие волос было легким. Потому что я вижу в интернете есть такие умельцы. Прям вот свои собственные рекомендации какие-то придумывают. Берут показывают, что ленточное наращивание фиксируется. Или с помощью щипцов каких-то придумывают. Закладывая в это свою какую-то уникальность технологии. Или берите обязательно утюжком, прижимайте. Это все не надо делать. Это все просто-напросто каким-то образом. Девочки, мастера пытаются как бы примести. Что-то они тут знают лучше или нет. В общем, это неправильно. Понятно. А с хвостиками и пучками все обстоит? Хвостики, пучки. Если вы хотите изначально мастеру, пожалуйста, всегда скажите о том, что вы хотите носить хвостики. Что если вы наращиваете ленточки по 4 сантиметра или больше длина. Потому что чем шире прядочка, тем она меньше нагрузку дает на свои волосы. Таким образом, мы задаем вот эту невесомость и неповреждение, безопасность волос. Но если же вы хотите носить хвостики, для этого нужно, чтобы мастер в некоторых зонах для движения. Особенно это височная зона, нижняя, краевая, верхняя часть. Прядочку использовала меньше по размеру. То есть вы можете ее разрезать пополам. В некоторых случаях можно ее разрезать на 3 части. А в некоторых случаях мы ничего не будем врезать. А будем просто использовать специальную другую методику. Это капсульно-ленточная методика или микроленты, так называемые. Тоненькие. Да, тоненькие и маленькие. Они у нас тоже есть. Поэтому мы, когда обсуждаем эту тему ношения хвостиков, мы всегда выбираем для клиента то, что нужно и в нужных зонах распределяем. В принципе все. Хвосты вообще как таковы, вы сможете носить и хвостики, и косички. Ленточка сама по себе, качественная лента, она очень гибкая. Да. Она очень гибкая. То есть это настолько тонкая, настолько гибкая пластина, что вы даже, если вы даже попадете на нее, она отрослая, попадете на нее резиночкой, она вот так вот соберется. То есть хвостик вы завязали. Дальше у вас, например, хвостик вы распустили, ленточка сама собой выпрямится. При мытье волос она еще больше выпрямится. То есть в этом случае вообще не вижу никакого снофона. У нас есть прядки с более толстым креплением. Это вообще на 2-3 года рассчитано. Но они тоже очень гибкие и тоненькие, подвижные. Все равно даже если они толще, чем то, что я вам показала. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова